Всем привет! Вы на канале Поворот не туда. Недавно получил такой заказ, клиент хочет запихнуть в эти фонари 8 колец с адресными лентами. В каждом фонаре должно быть два внешних и два внутренних кольца. На всех кольцах должны быть бегущие поворотники, габариты и стоп-сигналы. Задний ход будет реализован на лампочках по центру. Все это дело должно переключаться в режим RGB, управляться через пульт или смартфон, а значит проект обещает быть интересным. Размер колец строго регламентирован, так как заказчик будет устанавливать такие рассеиватели. Внешнее кольцо 114 мм, плюс 0,2 мм закладываю на усадку пластика при остывании. Толщина стенки 2 мм. Смещение внутрь от общего размера. Внутреннее кольцо 94 мм, также 0,2 мм на усадку и 2 мм смещения. Третья деталь с соответствующими размерами для позиционирования колец. В итоге должно получиться 4 такие сборки. На печать одной такой сборки потребовалось около 3 часов, а на все 4 сборки ушел один день. Дальше прикинул как будут располагаться модули блока управления и нарисовал такое основание. Еще 4 часа печати и можно приступать к сборке. Буду использовать адресную ленту VS2815 на 12 вольт. Судя по всему китайцы припаивают проводки вручную, так как первый пиксель уже поврежден паяльником. Он конечно будет работать, но выглядит это некрасиво. Лучше сразу избавлюсь от него. Укладываю ленту внутрь. С внешним кольцом получилось отлично. Между началом и концом ленты совсем небольшой зазор, значит можно клеить. Примеряю ленту к внешнему кольцу и тут уже не так хорошо. Получается большой зазор, но при этом еще один пиксель не поместится. И размер кольца нельзя менять, так как тогда рассеиватель не подойдет. Ну ладно, забегая вперед могу сказать, что за рассеивателем этот зазор будет практически незаметен. А при желании заказчик может в нескольких местах разрезать ленту, сдвинуть отрезки на 1 мм и спаять. То есть распределить большой зазор на несколько маленьких. Собрал все 4 модуля и приступаю к сборке блока управления. Мне потребуется такой набор деталек. Быстрозажимные клеммные колодки, они держат до 10 ампер. Преобразователи мини-560 на 12 вольт, 4 штуки. Мини-560 на 5 вольт для ардуинок. Одна обычная 4-пин релюшка для запуска с помощью такого пульта. Пара релюшек 8 пин для переключения источника данных между ардуино и музыкальным контроллером. Сам музыкальный контроллер и модуль управления радиореле. Я использую две ардуинки, потому что это повышает отказоустойчивость. Если одна из них сгорит, то хотя бы один фонарь останется рабочим. Хотя за 6 лет работы мне не сообщали о поломках ардуино или других элементов схемы. Процесс сборки показывать не буду, но скажу, что покупая мини-560 лучше берите на одну больше. Иногда попадаются лагающие экземпляры. Вот для примера у меня один такой есть. Запускается через раз и естественно использовать его нельзя. Они встречаются достаточно редко, думаю один из 20. После сборки обязательно проверяю, что все четко работает. Все модули креплю на двухсторонний скотч, но это временное решение. После того, как блок управления будет полностью готов, включая написанный стечь, все это залью суперклеем. В итоге получается такой блок управления. Все функции работают в штатном режиме, независимо от наличия внешнего питания. Например, включая поворотник, электрический ток проходит через диод, попадает на преобразователи и далее запускаются ардуинки и сразу выполняют нужную функцию. Тут 4 канала управления и соответственно 4 диода. Диоды нужны, чтобы ардуинка могла распознать, откуда именно пришло питание. Сначала хотел вместо 4 мини-560 поставить один мощный преобразователь на 10 ампер, но отказался от него из-за размеров. Это при том, что мини-560 выдает до 4 ампер, соответственно 4 штуки до 16 ампер. Когда заказывал комплектующие, точно не знал, сколько метров адресной ленты будет использовано и рассчитывал на ток до 6 ампер. Но по факту получилось всего 4 ампера при напряжении 13,5 вольт. Теперь самая интересная часть видео, как все это работает. Функционал не особо большой, включаю габариты. Они запускаются с приветствием. Кольца быстро заполняются синим цветом, потом зеленым и в конце красным. Далее красный светится в пол накала. Нажимаю тормоз, на всех кольцах поднимается яркость до максимальной. Если работают габариты, то поворотники бегут только по внешним кольцам, так же как и если нажат тормоз. Если габариты и тормоз выключены, то поворотники бегут на всех кольцах. И это весь штатный функционал. Чтобы переключиться на работу музыкального контроллера, на пульте нажимаю ON. И, кстати, запускать этот контроллер можно независимо от питания габаритов. Потребление в выключенном режиме около 5 мА. Управлять можно по отдельности всеми эффектами. То есть, вот можно выключить, допустим, два кольца, но при этом можно включить, допустим, только внутренние кольца или только внешние кольца можно включить. На каждом из этих колец, можно выставить разные настройки. Ну, то есть, допустим, мы включаем внешние. Здесь вот они будут бежать в эту сторону. Включаем внутренние кольца, а на внутренних они бегут вот в эту сторону. Ну, также в целом можно и любой другой эффект ставить на разных кольцах, любой цвет. То есть, вот какой-нибудь такой, такой там. На этом кольце тоже можно поменять на какой-нибудь такой вот цвет, так же, чтобы в другую сторону он бежал. Скорость можно изменять. Ну, настроек в целом-то очень много. Длину эффекта можно изменять также. Ну, и, соответственно, можно изменять сразу на всех кольцах одинаковый эффект ставить, чтобы на всех одно и то же работало. вот тут в конце дальше звуковые музыкальные эффекты. Вот с 25-го. Ну, это вот он, собственно, уже под музыку, под звук, под голос мой сейчас работает. Точно так же можно чувствительность настраивать на некоторых эффектах. Ну, на вот этом, допустим, эффекте можно цвет поставить, с которым это всё будет работать под звук. Ну, можно просто какие-то цвета ставить статичные, так же, как, в принципе, можно и на любом кольце их по отдельности выставлять. Не на любом, а на любой паре колец. То есть, они идут парами. Пара внутренних колец, пара внешних. Ну, и с той стороны так же. Рассказывать и показывать возможности музыкального контроллера можно бесконечно долго. В этом фрагменте точки внутренних колец бегут несинхронно только потому, что так выставлены настройки. Но у меня и не стояла задача настраивать эффекты. Если хотите большое видео, посвященное только обзору музыкального контроллера, то поддержите видео лайком. Так я пойму, что тема интересна для вас. А у меня на этом всё. Вы смотрели Поворот не туда. Всем пока! ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!